коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской и если вы хотите научиться писать сценарии то сейчас подождите секунду у нас вообще фирта и идет ли вижу да идет не вижу людей в эфире не вижу так ребят если вы смотрите в прямом эфире если вы видите эфир то напишите пожалуйста в чате что вы видите и слышите потому что у меня что странно показывает 0 людей в эфире на этом самом навыка звонки а нет вот 17 человек окей да все идет хорошо есть подключились друзья да напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской какое-то количество из вас уже вчера оплатила курс два или три человека поэтому остальные тоже давайте не не задерживайтесь не не толкайтесь в дверях присоединяйтесь оплачивайте и сделайте себе сделайте себе крутой мощный год когда ваша жизнь развернется на 360 градусов и дальше будет совсем совсем другое окей хорошо так 1200 все начинаем сегодня непростая тема сразу скажу и она непростая но тем не менее я считаю что надо как бы постараться ее в ней немножечко разобраться да потому что она помогает вообще понять как как работает как устроено творчество прежде всего нам с вами нужно ввести такое понятие психической энергии я всегда к этому относился с очень большой осторожностью почему потому что ну есть совершенно четко и как бы да то есть мы переносим понятие из одной области до из области физики мы переносим в другую в другую совершенно область в область психики и она всегда вот всегда при при так в этом таких переносах всегда есть какая-то не то что манипуляция да всегда есть какое-то передергивание такое но тем не менее ну в общем юнк использовал понятие психической энергии впервые его предложил фрейд для описания специфики перемещения внимания да то есть ну принципе в психологии психотерапии психоанализе это понятие используется но в общем более-менее законно поэтому давайте мы его возьмем как как идею как концепцию да и не разбираясь не углубляясь в то как что это такое да то есть как его измерить до будем относиться к нему как к чему-то субъективному но что несомненно влияет на то как мы работаем как мы занимаемся творческой деятельностью что такое психика до психика это совокупность мыслительных процессов и явлений да это некий аспект жизнедеятельности животных и человека в их взаимодействии с окружающей средой да то есть это что то то происходит во взаимодействии между внутренним миром человека и животного и внешний мир да и вот эти когнитивные мыслительные процессы это и есть психика что такое энергия энергия это результат взаимодействия разных форм материи да то есть взаимодействуют какие-то разные формы вот от перепадов этого взаимодействия появляется энергия получается что психическая энергия это результат взаимодействия внутреннего мира с внешним с точки зрения огни йоги которые много занималась именно как раз таки вот этим понятием энергии и на самом деле в разных во всех религиях во всех учениях всегда есть да у индусов это прана у китайцев это ци у джедаев это сила у христиан это святой дух да у каких-нибудь алхимиков это эфир да то есть всегда есть какая-то какое-то понятие определяющие ну некую энергию некую некую силу которая наполняет пронизывает все вот у вагни йоги это внутренний огонь дающий жизнь да то есть некий источник жизненных сил и выработка этой энергии этой силы да она происходит путем взаимодействия человека с окружающим миром психическая энергия ощущается субъективно ее нельзя измерить она не равна физической энергии то есть нет нет соотношений таких да что там столько-то килограмм физической энергии равно столько-то килограмм или там еще чего-то да значит какой-то единицы измерения в чем мы будем изучать психическую энергию и может быть так условно говоря отдохнул до в отпуске набрался сил набрался энергии накопил энергию а потом просто зашел в ненавистный офис вдохнуть запах этого офиса до посмотрел на людей на одну секунду и за одну секунду всю накопленную энергию потерял и сил сразу же нет да то есть она не постепенно на расходуется мгновенно или там бывает человек заряженный все полный энергичный раз им кто-то фразу одну сказал обычно родители умеет это очень хорошо делать да или или супруги которые попад на тарели в токсичных отношениях до одну фразу сказал как как из шарика воздух вышел на то есть эта энергия может идти мгновенно да то есть в мире энергия так не может уходить до психическая энергия она может вот раз и ушла и обратная ситуация может быть нет сил лежишь обессиленный просто вот мне ни рукой ни ногой не можешь двинуться но кто-то слово сказал далю узнал что любимый человек там где-то идет и надо там побежать встретиться с ним откуда берутся силы сразу же они вдруг откуда-то берутся или кто-то сказал да ты сидишь унылый значит и кто-то сказал словечко какое-то и и все и дальше я помню когда смотрел какую-то программу про петра на уныши фоменко которую я очень люблю и уважать царствие небесное светлое место его значит один из актеров неважно кто значит один из актеров его театра рассказывает вот что-то иду по театру сил нет абсолютно унылый убитый вообще не ничего не это самое да вот и вижу короче фоменко идет навстречу и готов он увидел или считал состояние гатика сюда завел его в кабинет открыл сейф достал водочки значит это самая рюмку и они хлопнули по рюмке а вот и говорит ягод понимаю все год но надо держаться надо тяжело да всем тяжело ну надо вот и все играть я потом вот на этой рюмке водки ехал несколько лет то есть получил что он дал ему он ему рюмка сколько энергии в рюмке водки он ему дал такой заряд энергии до который его потом годами питал почувствовал что ему вот это надо да и вот он ему дал вот этот не просто один раз его подтолкнул а каждый раз когда ему было плохо да он вспоминал вот этот разговор да и он снова снова подзаряжался у кого бывало такое такие ситуации когда полон энергии расход чего-нибудь случилось да и энергии нет и наоборот нет сил нет энергии раз что-то песню какую-то услышал или еще что-то да какая-то будет какой-то заряд эмоциональный да какое-то событие случилось и вдруг сразу наполняешься наполняешься на бывало ли такое вот это надо отслеживать да то есть надо смотреть и понимать а вот вот он сейчас происходит да в кассе банка кассирша дала конфетку очень зарядила на да такое бывает пару разговоров таких вспоминаю всю мою жизнь бывало когда советские песни слушал так есть теперь вот когда вы помнили такие ситуации да то есть когда вы поняли как это работает вот сейчас поспать помогать здесь сейчас вы не туда поехали я не не про это вас спрашивал а про моменты кнопочные моменты да когда раз вот что-то произошло какое-то короткое событие которое вас резко либо зарядила энергией да либо выключил у вас эту энергию теперь давайте посмотрим какие дела которые вы делаете в течение дня дают вам энергию вот что вы делаете каждый день что дает вам энергию там ну вот поспать вы сказали да хорошо поспать дает энергию а бывает на самом деле бывают ситуации когда поспать забирает энергию когда лег поспал встал и без сил не не рукой ни ногой не можешь двинуться такой тоже бывает бывает изматывающий сон хотя он должен быть восстанавливающим там спорт например а вот у меня спорт заряжает на горячая ванна заряжает ледяной душ заряжает стать заряжает общение с ребенком заряжает до семьей посидеть вечером чай попить поболтать заряжает да вот то что заряжает ваши вебинары заряжают до лекцию какую послушать до заряжает похвала естественно заряжает вот важно вы фиксируйте фиксируйте это все понимаете потому что вот если вы понимаете например что похвала вас заряжает вы ведь можете себе эту похвалу обеспечить да то есть мы относимся к этому так вот это случилось у нас в течение дня это нам дало энергию а вот на следующий день не случилось и как бы и мы без энергии ходим так вы организуйте вы сделаете чтобы вас хвалили мы кстати в мастерской у нас это целенаправленное действие хваление тоже мы это делаем это не у нас мастерская это не общество взаимного восхищения опять же есть методология строгая как как мы именно это делает но тем не менее вот но это или это используем вот то есть соответственно да вы поступаете в мастерскую и во первых вы учитесь правильно хвалить да во вторых так чтобы не просто хвалить а чтобы это повышало качество вашей работы собственной творческой и вы получаете тоже похвалу и опять же это не просто похвала хвалить и покакал да нет а за совершенно там конкретные действия то есть это похвала которая вас творчески опять же продвигает и развивает внутренние молитвы маль и если вы религиозный молитва заряжает да если медитации если занимаетесь медитациями тоже вполне может быть музыка ранние подъемы вот очень часто люди это просто не фиксируют да не 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 понимают да то есть вот я вроде умом понимаю что мне вот это вот дает вот эти эти вещи мне дают энергию а когда энергия мало да ну так идите сделайте это да то есть нет энергии ну вот танцы заряжать так идите потанцуйте ну кто вас стоит алиса включи веселую музыку сейчас она алиса включать веселую музыку да идете танцуйте под эту под эту музыку да еще домашние прибегут тоже танцевать будут это очень весело и тоже заряжает быстро за пять минут заряжает энергией так свежий воздух да тоже вот мы сегодня с утра с ребенком вышли сопли поморозили лицо до сих пор красные очень сильно его и меняет энергией зарядила до медитации ок хорошо дальше что какие действия которые вы делаете регулярно забирают у вас энергию организовать себе похвалу это конечно сильно сказано вот только вы же знаете как у нас в мастерской это все организовано и если и за пределами мастерской тоже себе можно организовать это сделать себе такую группу поддержки то есть завести людей которые конкретно вас валят и это вот тоже это очень важно да то есть вот когда вы просите допустим человека показываете что-то и люди очень часто они не понимают того что они должны вам дать до очень часто нам нужна не оценка да а нужно им именно похвала быть мрачные мысли вот знаете меня потрясло в свое время когда я смотрел интервью какое-то интервью с алла демидовой и она в числе прочего то ей похоже вопрос задали типа вот что как бы что выжигает и она сказала бытовые дела и меня это потрясло почему потому что но во-первых алла демидова до представлять это королева да и сложно ее представить там ежедневно моющую посуду стирающую носки да и так далее и так далее вот что то есть с одной стороны если например вдруг ей бы нравилось заниматься ну я могу себе при цену королева да ну и королева ну нравится быть посуду да им больше посуду и думаешь о чем не тут у меня же не нравится гладить например а вот она как я когда глажу я думаю вот отлично замечательно да никто не не заставляет бросать гладить да то есть а если не нравится ну я полагаю что а ладимидова в состоянии заработать зарабатывать такие деньги чтобы нанять какого-то человека который снимет вообще все бытовые дела все бытовые проблемы чтобы она не стирала не занималась уборкой не гладила не готовила да это все там в москве будет стоить ну не знаю там сто тысяч рублей я ну порядок цифр там плюс-минус да там около ста тысяч рублей в месяц ну ладно я полагаю что она больше зарабатывает да то есть соответственно нужно организовать если настолько выжигает быть что ты даже по телевидению жалуешься что тебя и тебе это мешает вот я не то что унитазов не чиню себя дома и розеток не прикручивают я не знаю где у меня на кухне свет включается я клянусь вам я все время хожу думаю блин вот надо я сейчас помню про это да потом пойду на кухню вечером и опять забуду про это я у меня есть теория что это где-то рядом с холодильником но когда темно я не 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 там не найдешь а днем не вспоминаешь про это вот я не знаю я живу в этой квартире 6 лет да я не знаю где у меня на кухне включается свет да и то есть для того чтобы там починить краны вернуть ни одной лампочки не вернул за все это время почему потому что не царское это дело то есть если бы я любил это делать я бы это делал я это не люблю мне это не нравится мне нравится заниматься уборкой мне не нравится да то есть мне нравится гулять с ребенком я гуляю с ребенком мне не нравится ходить по магазинам я не хожу по магазинам да то есть это все делегировано и соответственно да этим всем занимаются другие люди которые получают за это деньги так соцсети негативные разговоры хамство грубость уныние бытовые дела негативные мысли обесценивание ссоры вот очень многих бы магазины продуктовые залипание в интернете а как свет надвижный я не я говорю что там как там какая-то утопленная кнопка где-то где-то возле между холодильниками полка есть у меня есть теория что где-то там она находится все время забываю ее проверить сейчас после эфира схожу посмотрю надо же решить это дело теперь вопрос писательство мы с вами творческие люди вопрос писательство забирает энергию или дает энергию напишите в чате писательство дает энергию или или забирает дает наполовину дает когда как правильно когда как смотря какой текст дает и забирает только писательство не заряжает описать ситуация странно иногда забирает иногда нет вот здесь сейчас сейчас вот с этим мы и будем с разбираться когда забирает когда дает и что с этим делать вот смотрите вот сейчас опять я подсвечу да то что я сейчас скажу это самое важное из того что я вам сегодня расскажу если вы в этом в этой теме разберетесь опять же это сделает вас там но очень сильно поднимет вашу продуктивность вы будете понимать когда все идет правильно когда нужно что-то исправить при правильно организованном творческом процессе подготовка написание текста забирает энергию то есть когда выходите думаете планируете готовитесь писать текст то есть если правильно организован творческий процесс на этом этапе энергия у вас забирается в тот момент иногда вообще бывает такое состояние когда ты уходишь да то есть начинаешь думать да и просто как зависаешь и там типа не знаешь два часа просто прошло до думала сюжете о каком-то вот и вот этот такой вампирский вампирский такой вампирское забирание энергии да то есть энергия уходит куда-то да в какой-то резервуар какое-то облако она уходит а потом когда и вот где-то эта энергия копится 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 в каком-то облаке над головой до в ауре и потом садишься когда пишешь она высвобождается то есть это как такая цепная реакция до ядерный ядерный взрыв и текст рождается и помните может быть когда пушкин закончил бориса годунова он бегал по дому и кричал айда пушкин айда сукин сын вот что это такое да то есть это не так что дописал упал и заснул хотя и такое тоже бывает но написал и огромное высвобождение энергии и такой текст он тоже дает энергию читателю какие из этого следствия не давать это понятно ли это мысль то накопление текста и вы теряете энергию пишите приобретаете энергию получаете энергии на самом деле это не стоит не ста процентов случаев так не всегда это так бывает да то есть в идеале да это именно так но когда вы пишете много да где это всегда гораздо более я это очень очень большое упрощение то что я сейчас говорю да и естественно бывает и так и сяк и вот так вот да бывает что и просто ты физически устаешь да когда пишешь большой текст например когда я заканчивал свою повесть коммунист я ее дописал на ольхоне во время тренинга то не мужицкое зеркало там был инский день когда мы расслаблялись вот и и я тоже там со всеми вместе расслаблялся ходил по по острову гулял сидел сидел под деревом вдруг я почувствовал просто вот что у меня энергия прям вот эта энергия острова да она через меня проходит я просто прям вибрировать начал от этой энергии я побежал бегом в в отеле значит там деревянный такой домик с балконом я вот сел за стол и за не знаю сколько я не знаю сколько я писал несколько часов за несколько часов дописал повесть там примерно половину текста написал наполовину примерно она была закончена и вот и я настолько физически устал до от этого выброса да потому что это но это просто тяжелый физический труд и я вот так сидел на кровати так откинулся и заснул вот пора спал несколько часов проснуться думаю блин не приснилось или нет смотрю нет все законченный текст отправил ее там ребятам в чат почитать и отправил оттуда журнал новый мир ты когда вернулся мне написали что чего все берем берем твою повесть она потом кстати лонг лист большой книги вошла так ой вот прекрасные комментарии а если наоборот сбор материала дает а написание забирает ну это значит что вы делаете что-то не то да то есть это это значит что вы сделаете текст который будет также забирать энергию читателей что вам на самом деле нравится не писать до ваш процесс это не процесс писания а процесс сбора материала у меня когда варится текст голове в реальном мире происходит странные вещи бью посуду ударяюсь обо все на меня падают предметы бывает такое да почему потому что но вы находитесь в другом мире да в мире воображение для этого нужно обеспечить чтобы кто-то за вами присматривал чтобы не перешли дорогу на красный цвет так хорошо идем дальше теперь вот попробуем эту тему вскопать очень часто бывает такая штука что мы себя обманываем и организовываем свой жизненный творческий процесс следующим образом я работаю на работе которая высасывает все мои силы да допустим я хочу быть писателем но я работаю журналистом да и работаю копирайтер работа то есть я я пытаюсь совместить писательскую работу с писательской поверьте знаю про что говорю потому что там все 90-е годы я работал сам журналистом всю всю молодость я работал журналистом это было очень тяжело в итоге в конце концов я очень быстро понял что так дело не пойдет и стал редактор стал начальник газетным и это я не помню мне 20 23 года было когда я замом стал а 24 или 22 когда замом а 20 в 24 стал главным редактор да то есть для чего для того чтобы обеспечить себе возможность писать не отвлекаться на на написание журналистских текстов и бывает так я работаю на работе которая высасывает все мои силы но я мечтаю когда-нибудь написать великий роман и вот эти мои мечты о том что я когда-нибудь напишу великий роман они дают мне энергию дают силу а когда я сажусь писать текст до пол страницы напишу и вы все сил нет не это самое да то есть мечты о том чтобы написать текст дают силы а написание текста выжигает забирает все сил до которых и так нет в итоге даже если вы напишите какой-то текст этот текст будет вампиром текстом вампира есть такие тексты и выдающиеся тексты есть которые собственно там имеют хорошую репутацию да но тем не менее это тексты вампиры есть вот классический текст вампир есть такой писатель он по-моему норвежец или датчане не помню кажется норвежец юханборгер трилогия про маленький принца маленький маленький герцог и маленький граф давно очень читал и вот это прям такой он в одном томе сдавался вот просто я сражался с этим текстом просто как как с живым вампира а вот а есть тексты которые заряжают энергией да вот любой текст пушкина вот любой вообще до берешь и как как под это самое от купали шампанского бутылку и перечти женитьба фигаро да то есть как под золотым душем да под серебряным душем гекаты и целитель целительный серебряный душ гекаты вот и что в этом случае да что дело очень многих такая ситуация что работаю на работе которая высасывает мои силы данную мечтаю написать великий роман вот у кого из вас такая ситуация напишите есть ли кто-то кто вот с такой ситуации потому что этот но довольно часто люди бывают даже у человека оказавшись в такой ситуации человек думать что он единственным у кого так вот у меня она пишет же не пишет да даша елена аня вот у меня такая ситуация стопроцентно вот свое время не могла читать франсуазу саган организм сопротивлялся изо всех сил вот что с этим делать да у меня высасывает мысль идея про большой роман надо попробовать надо протестировать здесь да то есть попробовать именно прям писать его и по вполне может быть что наоборот да когда вы начнете его писать данная энергия начнет появляться то есть надо потестировать добыла но справилась пишу тексты по работе есть такое что делать в этом случае ну или перестаньте вот жестко скажу да или перестаньте мечтать о романе или поменяйте работу да но здесь не никогда нельзя увольняться в никуда то есть чтобы не было такого тоже бывает такое что лишь принимаешь решение что а все я сейчас напишу уволюсь напишу великий роман заработаю миллион долларов ну во-первых писательство принесет вам деньги или никогда и большое количество авторов и до достойных крайне авторов до никогда не получала за всю свою жизнь достойного вознаграждения за свое творчество такое тоже может быть или через много лет да как например иванов писатель до который много лет сидел писал да а его не печатали и он написал большое количество текстов которые потом все эти тексты сердце пармы золото бунта географ глобус пропил общага на крови да это все тексты написаны были тогда когда еще никто про него не знал вот он сидел себе там в своем не помню где там перми по моему и писал эти тексты что делать найдите работу в которой вы просто сдаете себя в аренду не вовлекаясь в работу мне очень нравится вот этот термин он по моему по моему и сделан когда вы находите какую-то работу в которой вы просто вот есть какое-то время вы тушку свою сдаете на время и делайте какую-то минимальную работу которая вот что называется что должен специалист делать за такие деньги да ничего не делать и даже немножечко вредить вот общество писателям всегда недоплачивать и почему потому что мы писатели создаем тексты которые будут мы умрем давным-давно да вот я умру а пьется убийца я уверен будет ставится а букварь сценариста я уверен будут читать там поколение следующих сценаристов думаю будут газетчика писатель и сценариста тоже я думаю что будут читать да то есть какие-то тексты они нас переживают и они переживают в если мы качественные тексты даем да они переживают нас надолго вот а деньги которые мы получаем они никак не сравним с той ценностью которую мы даем обществе соответственно я считаю что в этом случае мы имеем полное моральное право взять немножечко вперед что это значит это значит устроиться на какую-то работу которая будет давать на минимальную какую-то минимальное содержание и заниматься своей творческой деятельностью и не испытывать никаких угрызений совести по этому поводу а понятно ли это мысль не получается сменить работу меня даже сборщиком заказов супермаркет не взяли плохо старайтесь ребят ну вот когда мне говорят что-нибудь что вам легко говорить вы его там сидите в москве ребят я родился в деревне поселке сам же вологодской области потом я десять лет жил в вологде у меня никогда никаких ни связей ни знакомств не было то есть ну никогда никто не 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 помогал да то есть никакой волосатой руки никогда нигде не было ничего почему-то вот находил и работу находил да то есть когда мне там призрак голода встал я работал с 14 лет и володя я просто пошел во вневедомственную охрану опять же никого не знаю там пришел и сказал ребят нужна работа мне дали работу да ну как бы всегда нужно всегда можно найти какие-то варианты так если основная текущая работа творческая интересная цель другая сейчас поговорим об этом дело делают то что люблю не не хватает стабильного писательского процесса мне кажется эта мысль тянет на нобелевску анжелика редкий случай когда я с этим согласен я тоже считаю что это очень важная мысль и я ее намерен довести до всех писателей вообще потому что ну писатели все-таки люди такие совестливые да и они начинают да вот да надо же сделать то надо сделать все да давайте я там этого подменю еще этого подменю да в итоге как бы мы должны что-то одному единственному господу до который дал нам талант пео мы больше никому не должны ну или вселенной да если вы не религиозны до обществу если вы там коммунистических убеждений да тут за абсолютно неважно да здесь важен принцип да у нас есть писаном дали писательский талант и это единственное за что мы несем ответственность все остальное у нас не наши министерства не наших собачьих дел до нас должны покормить нас должны одеть да все остальное не наша забота так до главный принцип перераспределения энергии в дуных ухо все правильно дети забирают много энергии семья и так далее опять же это ваша сфера ответственности да когда мне опять же там кто нибудь говорит а вот у меня ребенок ребят у меня ребенок инвалид вообще аутист да это вампир почище тех самых блин и сумерек то есть психическую энергию пьет так что только шубовьет до плюс в целом у меня два вообще-то ребенка да и и два внука да вот каким-то образом я ухитряюсь это все разруливать да то есть если я разруливать наверное вы можете разрулить работаю вахтой до одному богу должны своему таланту да так и есть хорошо идем дальше однажды одна девушка вот кстати вот ваша мысль по поводу того что у меня там другая профессия есть творческая профессия вот одна девушка мне написал как раз вот когда в очередной раз я эту мысль сформулировал на одной из предыдущих самодисциплин и значит она мне пишет я актриса я преподаватель я бизнесмен я писатель вы все врете ну вы не право у меня встречный вопрос результаты во всех этих областях вас устраивают ну как бы я вас не знаю как актрису я вас не знаю не как преподаватели я не знаю вас как бизнесмена я не знаю вас как писать ну у вас нет опубликованных книг вы не заработали не то что миллион долларов а даже миллион рублей до преподавателей тоже я всех знаю да в в нашем деле а вас почему-то не знаю да и как актрису я вас тоже не знаю да то есть у вас нет результатов ни в одной из этих областей понимаете да это значит что что-то вы делаете не то это я не абсолютно я специально как бы кое-что заменил в этом до чтобы не никаких связей не было да не считайте что это и выдуманный мной пример да но что-то вы делаете не так в этом случае а а что а для меня это звучит так александр я ем три булки хлеба в день как мне похудеть я говорю для начала перестаньте есть три булки хлеба в день да а вы мне в ответ я с вами не согласен я и доктору булок в день это моя важная часть моей идентификации ну а еще вы жирная ну как бы еще один случай тоже девушка тоже не пытайтесь угадать кто значит и ставит каждый год ставит 50 целей на я видел ее отчет по прошлогодним цели половина не выполнена до 50 целей поставила 26 целей выполнил ставит новый опять 50 целей я смотрю на этот список я понимаю что она опять половину не выполнить следующий год вспоминаю заглядываю до опять по половину цели не выполнен зачем ставить цели без учета предыдущих результатов то есть если вы поставили 50 целей если вы их не выполнили до нужно произвести коррекцию целей и сделать что-то другое искать как и чтобы получить другие результаты нужно делать другие действия и но о том как ставить цели мы поговорим позже да здесь важен принцип да то есть если у вас вы делаете какие-то действия да но у вас есть допустим какой-то внутренний конфликт который вас разрывает и у меня кстати говоря такое тоже было и я это тоже это все не может может же с нами все время в игры играет вот и у меня тоже был такой конфликт серьезный достаточно все-таки я писатель или преподаватель я годы на это потратил кучу психологов куча коучингов куча тренингов куча тестов это и другое и третье и пятое и десятое пока в конце концов да я это не интегрировал я не принял решение что я преподаватель да я мастер я учу людей и центр моей тяжести находится здесь описательство да для чего я пишу да это лаборатория поскольку я учу людей писать я не могу не писать да я должен писать для того чтобы ну все время поддерживать и себя форме поддерживать да и тестировать какие-то идеи техники которым я учу иначе как как я могу учить писать там сценарий или романы или пьесы да если я сам не буду их писать соответственно писательство для меня до главное для меня это преподавание описательство это лаборатория для преподавания да и это сразу сняла все неврозы папа поэтому полу да то есть у меня нет задачи получить какие-то там мега результаты в писательстве если я их не получаю меня это не парит если я вы получаю ну как бы ну приятно да ну как бы если там премию какую-то не выиграл то то есть меня отрицательный результат меня тоже устраивает раз уж это лаборатория теперь дальше вот смотрите в течение дня вы делаете что-то что дает вам энергию до спите отдыхаете гуляете зарабатывать занимайтесь спортом да и так далее так далее это дает вам там 100 единиц энергии потом вы делаете что-то на что вы тратите энергию там работа творчество и так далее и так далее и вы не можете потратить на это больше 100 единиц энергии которые у вас есть соответственно задача номер один научиться этот баланс соблюдать получили 100 единиц потратили 100 единиц и задача сделать так чтобы большая часть из этих 100 единиц она была потрачена на творчество потому что чем больше мы вкладываем тем больше мы получаем мне очень нравится есть такой блогер ютубер которого зовут мистер бист и сейчас это по моему там самый популярный ютубер вообще в мире и есть очень хорошее интервью которую не уберет кейси наиста другой ютубер она есть тоже если интересно можете найти на ютубе она есть в русской озвучке и кейси у него спрашивает а в чем собственно секрет твоего успеха и он отвечает дело в том что вот я сижу и начинаем придумывать сюжет какой-то начинаю придумать ролик обычный человек потратить на это два часа три часа а я говорит потрачу 10 часов на то есть я потрачу все свое время на то чтобы сделать этот ролик таким как его никто не делал вот да то есть он все свои заработанные 100 единиц энергии да он все с полностью тратит на творчество и ни на что другое в итоге он получает результаты беспрецедентны с творчеством то же самое соответственно нам с вами у нас с вами нет задачи создать профицит энергии до чтобы у нас нам зачем энергия да мы ее должны вкладывать инвестировать во что-то но у нас задача создать баланс и вложить большую часть наших инвестиций энергетических вложить в творчество да то есть мы сейчас не ищем какие-то копеечные утечки хотя это тоже может быть продуктивным да и за такая затыкание этих дыр да но вы можете увидеть какую-то большую утечку энергии которые вы можете закрыть что это может быть это может быть ну например наркотики так сразу начнут в предельных вещей да это может быть курение кстати говоря тоже отдельный вопрос я в свое время когда курил я параллельно занимался там кучей разных техник оздоровления и не мог понять почему ведь я это делаю и все и 5 и 10 а чувствую себя все хуже и хуже да но при этом я там три пачки в день курит а вот в итоге когда я бросил курить у меня сразу всем почему-то со здоровьем наладится сейчас еще раз я да мне сейчас 50 лет я сейчас чувствую себя сильно лучше чем как я себя чувствовал 25 привычки какие-нибудь да например ну не знаю игромания например залипание на компьютерных играх тоже на этих фронтах я тоже кровь проливал да когда ты садишься и в какой-нибудь warcraft играешь там 10 суток подряд да и потом ты встаешь оттуда просто бледный абсолютно выжатый как лимон и делать ничего не можешь там месяц надо восстанавливаться общение какое-то да какой-то круг общения алкоголизм пьянство могут быть отношения какие-то да условно говоря рядом с вами такой партнер который вас просто как вампир выпивает шкурку только оставляя ну что я здесь как бы я тоже осторожно да я не семейный психолог и не могу как бы давать каких-то советов в этом случае ну идите сходите к семейному психологу да то есть если у вас есть такие отношения но я опять же я это проходил у меня был первый брак очень очень тяжелый очень сложный из которого я там очень трудно выбирался да и сейчас у меня второй брак мы вчера отметили 21 год нашей семейной жизни и я такой типа ничего себе как как как-то быстро эти эти годы пролетели да то есть вот иногда отношения надо заменить какие-то вот отследить если есть какая-то такая это может быть работа да то есть какая-то утечка которая прям высасывает есть ли у кого-то какая какие-то утечки которые которые забирают все все всю энергию так как вы думаете переезд такой ситуации сможет стать толчком да надо смотреть да может быть переезд но у меня опять же в моей жизни было два переезда из сам же вологду из вологды в москву каждый раз это был очень серьезный такой этот самый но и надо посмотреть какие вполне может быть да вы как бы от себя то не убежишь можно можно вывести мальчика из сам же да но сам же из мальчика вывести нельзя да вполне надо смотреть какую сам же вы из себя вы в себе оставляете так избавиться от распыления того что вы сейчас говорите через зодичную цель до совершенно верно да я правильно как бы все угадывайте да я ввел такой придумал понятие зонтичной цели до которая цель которая закрывает все остальные цели да то есть когда вы решаете какую-то задачу условно говоря там надо вылечить зубы надо путешествовать надо решить жилищные проблемы надо там еще что-то сделать 5 10 да и можно это все по отдельности решать да а можно одну единственную цель да вот там стал я сценаристом отучился значит и начал работать сценаристом это разом решила все мои проблемы да то есть это решил жилищные проблемы я сразу быстро очень там за год заработал на квартиру до зубы вылечил себе у меня зубы были золотые вот здесь и здесь у меня были я в володе ставил в 90 и ставил золотые коронки других не было другой возможности не вот там зубы сделал себе что еще до решил проблемы со здоровьем потому что время возникло появилось время на то чтобы здоровьем заниматься начал путешествовать да то есть я работал журналистом большим медийным начальник у меня не было возможности путешествовать потому что ты на неделю уедешь до вернешься на твоем месте уже кто-то сидит а вот как только стал сценаристом появилось время для того чтобы ездить а пишется в самолетах вот так пишется в самолетах поездах поездках ну и так далее так далее да то есть одна цель которая накрывает все цели сразу и решает сразу же все проблемы где взять мотивацию когда недолго отклика на написано ну искать способы искать какие-то действия которые будут приносить отклик пьеса не вызвало интерес ну тоже такое бывает вполне у меня такое тоже было то написал текст но он не вызвал интерес ну как бы пишешь следующий 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 до нормальная психотехника поставить 50 целей чтобы достичь 25 до испытывать депрессию из-за того чтобы не дать что не достиг другие 25 нет это неправильная психотехника то есть это если вы впервые в жизни вообще ставите цели да можно поставить 50 целей и достичь 25 из них я считаю что это неправильно это во первых ну это стресс да то есть вы как бы у вас половина цели не достигнута да и вас сразу же там если вы там слабы нервами да у вас еще и депрессия по этому поводу что половина цели не достигнута хотя 25 достигнута надо наоборот откидывать те цели которые то есть ну 50 целей это скорее всего чаще всего да если у вас 50 целей на год да у вас на самом деле цели которые вам нужны на самом деле дать 5 а еще 45 вы да придумали вам это не надо на самом деле ну человеку я не знаю каким должен быть человек чтобы ему надо было 50 целей поставить а еще на everest залезть на хер вам на everest а еще прочитать 100 книг на хер вам 100 книг читать ну как бы он может быть ситуация когда надо прочитать 100 книг да тогда вы это я читаю сильно больше ста книг да ну поверьте я это в цели не ставлю да для меня читать или как дышать вот поэтому если вам вы решаете поставить 50 целей это значит что вы как бы не умеете приоритеты расставлять до 50 цель это цель на неделю я бы даже вообще есть тоже на самом деле есть хорошая хорошая очень ее приписывают господи от муррину бафету до методологию когда вы ставите 20 целей даже не 50 а 20 а вот выбираете 5 главных из них да и задача ни в коем случае не делать ничего держаться подальше от остальных 15 целей да то есть это тоже как бы на мой взгляд немножко перебор да но это очень как бы очень хорошо вставляет мозги на место потому что очень часто мы начинаем действовать до идти по навязанным цели социум навязаны как например когда я начал бегать я у меня была цель пробежать марафон вот я сознательно от этой цели отказался то есть я физически достиг я трижды пробегал полу марафон ну чуть побольше полу марафона где-то 26 28 километров а вот я понял что в принципе я физически готов но я сознательно решил что вот это пусть это останется со мной навсегда что я марафон не проберет не пробежал да вы сознательно не побежал так 240 статей написал на что-то более крупное жаль время интересная формулировка лет толстой такой мне жаль времени на то чтобы делать писать романы действительно она что тратить время если не на писательство вам его на что дали ваше время вас господь сюда прислал зачем не кури пятый день энергии мало но потом она придет начнется до токсичная личная жизнь прямо убивает мама инвалид да у меня тоже была мама инвалид у меня была папа инвалид у меня был есть инвалид после инсульта жил с нами тоже у меня ну и ребенок чуть-чуть так очень валит то есть у меня вообще полный дом инвалидах так место высасывать сам себя муж главный вампир час чтобы не было такое что вы сейчас пойдете к своему мужу скажете так мне молчанов сказал что тебя надо выгнать да ребят если вот такая ситуация пожалуйста не надо на меня ссылаться до идите к семейному психологу если рисование или рукоделие заряжает это тоже творчество здесь надо тестировать смотрите здесь да бывает такое да что например там условно говоря есть писательство есть там не знаю игра на гитаре а вот и если вы например вдруг начинаете у вас начинает вот эта игра на гитаре до начинает превалировать да и энергия начинает туда уходить то есть вот может быть такая история что у вас наши ваши рукоделия начнет как бы сначала вы его используете как способ отключиться а потом она становится основным я в свое время так сформулировал что сценарист не должен быть слишком хорошим гитаристом да сказал человек у которого там пять гитар и там хорошая 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 акустическая система для этой гитары да но вы никогда не слышали моих песен да у меня на ю тубе я не выкладываю ролики с игрой на гитаре да потому что это ну опять же до министерства ничьих собачьих дел до посидеть на гитаре побрецать я целенаправленно работаю над тем чтобы это не стало слишком ну слишком как бы слишком важным так реализовалась зонтичная цель отношения были такие вытягивающие выползала еле живая так зависимость от соцсетей ну тут все просто до любое кино по вечерам что комедия что триллер смотрю с каждой минуты энергия в минус тоже да бывает такое вот я кстати ну я посмотрел слово пацана потому что ну не как бы мы делаем деньги мы должны быть в курсе вот я месяц собирался с силами чтобы его посмотреть потому что но у меня очень такая триггерная тема у меня много как бы за плечами много в этом смысле всего вот и конечно я это как историю про себя смотрел а вот и да то есть вот просто и силы высосало высосало это кино так эфир сегодня плотная информация непростая да хорошо надо ли вообще ставить цели себе на год вот мы поговорим с вами потом на десятом занятии как раз он она будет посвящена целями целями да уоррен бакет выбрать 25 целей выбрать 5 и зачеркнуть 20 да именно это я про это и говорю да здесь тоже есть и это отдельная история в свое время нам парабеллум на платиновой группе рассказывал про фоновые цели тоже здесь здесь надо смотреть надо как бы стараться чтобы эти фоновые цели да они не 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 распыляли внимание потому что очень часто люди действительно ставят вот этими фоновыми целями ставят чужие какие-то цели себе навязывают и они отвлекают от настоящих задач так для меня один круг вокруг двора уже подвиг самодисциплины не парюсь мне этого хватает бегуном остановиться не собираюсь да так очень вот почему я бегать заставляют не вне потому что я бегу и вы все бегаете вот нет потому что бег это самый самый как бы берущий да то есть вам надо себя за шкирку взять да йогой позаниматься чего вышел на балкон да и занимайся коврик бросил на пол гантели то же самое да гантели взял потягал как бы а тут надо собраться нужно выйти да то есть это ну и соответственно вы заряд энергии тоже получаете несравнимый с этим да то есть пробежки приходишь на весь день заряд а пошел йогой позаниматься да ну как бы позанимался через 30 минут уже не в одном глазу так слово пацана нельзя не смотреть я так скажу ребят я вам уже сказал да мы делаем деньги мы должны быть в курсе да то есть для меня это интерес профессиональный да то есть это событие соответственно я знаю в сценариста я знаю режиссера да и я должен мне было интересно например как золотарёв вырос как сценарист это прям очевидно то есть цена есть очень хорошая сценарная работа так если ой классный очень я боюсь мы сейчас с вами уйдем в детали в эти но тема тема конечно естественно интересная да почему легко смотрю скандинавские сериалы о маньяках вот вам вопрос алена мироненко вот прям вам конкретный вопрос почему вы вот когда будете смотреть скандинавский следующий сериал по маньяка посмотрите и задайте себе вопрос почему вы так легко их смотрите что в них такого как авторы этих а это специально сделано до добиваются такой эффект что их легко и приятно смотреть так если цель многофакторная как короткий метр сериал медиапроекта и так далее так да ну здесь надо смотреть надо разбираться я не по конкретной цели надо очень часто бывает что цель вообще на самом деле да то есть если там цель и надо вот это сделать и вот это и вот это на самом деле цель совсем другая вообще не имеющие отношения к тому что что вы считаете целью летом и вопрос я вот себе костюм закупился хороший хороший дорогой теплый костюм для бега парям вообще отлично только нос высовываешь капюшон заматываешь нос высовываешь и бежишь да вот кстати очень важное замечание руи руи монохром пишет классно засыпать когда психическая энергия была направлена в важное творческое дело я вам больше скажу вот когда вы вот как понять ваше ли это дело и правильным ли вы делом занимаетесь вот вы сделали это дело вот если у вас после этого появилось ощущение что день прожить не зря и вы уже можете отдыхать значит это правильное дело вот случае с писательством чем мне нравится писательство то что она навсегда решает вопрос не в рост смысла жизни смысл жизни писателя писать и ты утром встал написал свои две страницы все ты сегодня уже прожил не зря день все остальное остальной день ты можешь пинать отдыхать делать все что хочешь и тебя никто не накажет потому что ты все уже сделал сегодня да и ты был вас будешь ложиться спать после этого с чувством что сегодняшний день как ты галочку поставил да люблю бегать когда жизнь на улице я тоже я очень люблю в дождь бегать в мороз в вихре это прям это прям кайф окей так цель создать новый тик ток с монетизации через скрипту с эффектом плюшевого пузыря а вот я вам так скажу а что вам надо зачем вам это надо вот новый тик током зачем что на слава нужно девчонки чтоб любили или денег заработать хотите или хотите чтобы много людей вместе с вами работал да скорее всего это можно каким-нибудь другим способом создать новый тик ток вы конечно же не создадите да то есть никаких новых тик токов больше не никто не создаст вообще уже никогда и вы в том числе не создадите вот поэтому что-то другое создавайте писательство побеждает режиссуру окей идем дальше одно и то же занятие она может и давать энергию и забирать например спорт более того один и тот же спорт может давать энергию да то есть например я это проверял да то есть когда ты бегаешь каждый день да это сначала дает энергию потом начинает забирать да соответственно надо бег чередовать с чем-то еще до силовыми сейчас я там чередую бег и силовые силовые тренировки и надо еще йогу добавить на самом деле на отношении одни и те же отношения да то есть заводишь отношения с человеком да и например какое-то время это дает энергию а потом что-то меняется и начинает высасывать энергию а бывает один и тот же человек в одной ситуации дает энергию в другой ситуации высасывает энергию дети в одной ситуации дают энергию в другой ситуации высасывают энергию работа может в одной ситуации давать энергию в другой ситуации может высасывать энергии творчество да то если вы в охотку в отпуске пишите рассказ это одно дело да если вы пишете роман эпопею это совсем другое дело очень сложно соблюдать энергетический баланс когда вы пишете большой текст например там текст который нужно писать несколько лет день за днем вы не можете наладить работу так чтобы вам все время те работа давала энергию вас неизбежно будут моменты когда работа будет энергию забирать и одно и то же занятие по функциям она может давать разные результаты да то есть например пробежка или прогулка она лучше чем сложная тренировка где нужно считать повторение до отношения например совместный шоппинг вот меня совместность очень люблю свою жену как я уже говорил да меня совместный поход с ней по магазинам выжигает напрочь то есть мне пусть я после этого просто лежу пластом несколько часов до а поход в театр например он заряжает или в кафе или прогулка совместно более того если долго делать одно и то же даже если это дело изначально дает энергию со временем она начинает нас выжигать начинается такая штука которую один мой приятель сереже никифоров специалист по воасту он в свое время сформулировал такую теорию мертвого резонанса да то есть когда ты делаешь что-то делаешь 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 да и когда нарушается баланс энергетический дело начинает тебя выжигать и этим мертвым резонансом может стать все что угодно может быть творчество может быть секс может быть спорт может быть путешествие да то есть когда путешествуешь там блогер какой-нибудь до travel блогер там 20 стран в году да и в конце концов ты уже опять как в свое время на время я очень люблю рим значит но когда ты там первый раз мы прим приехали мы приехали сразу на 10 дней и мы просто там 10 дней поэтому рим уходили четко по путеводителю до один район на один день вот и значит там женщина какая-то выходит на площадь мы сидим отдыхаем жарко начало лета на вот значит она устала и такая выходит и говорит еще одна площадь еще один египетский обелиск еще одну там что-то еще один храм еще одно что-то такой усталый голос да и я только про себя думаю вспоминаю тарковского помните ностальгия надоели ваши красоты сил нет да вот разве можно устать от рима от вечный город до невероятная красота площади египетские обелиски храмы да а когда ты насыщаешься и этим до выходишь еще одна площадь еще один египетский обелиск это вам была площадь перед пантеоном да еще один храм еще один фонтан да то есть начался мертвый резонанс да то есть ее условно говоря вот этот резервуар куда она могла складывать впечатление от площадей и обелисков да он оказался переполнен и все начался мертвый резонанс да даже сексом можно присытиться у бачила царствие небесное у него был замечательный замечательный сборник академ он городок лучший на мой взгляд сборник фантастических рассказов и там был рассказ про значит молодого человека который всю жизнь хотел заниматься сексом да вот прям вот ему девушек девушек ему хотелось а вот и он после смерти попадает как он думает в рай а вот и что он там должен делать он должен там круглые сутки заниматься сексом с большим количеством девушек а вот и в конце концов он понимает что попала не в рай а вот да даже самое приятное дело она превращается в свою противоположность как самый лучший способ там бросить курить тони роббинс свое время там пьяный пришел домой мама заставила его выпить 20 банок пива да и потом он проблевался и больше никогда в жизни не пил курить то же самое да пришел домой с запахом табака до родитель знаю какие случаи сел положил пачку сигарет вот кури до пачку выкурил больше никогда в жизни не захочешь после мертвого резонанса нужно вот сколько вы времени находились в мертвом резонансе вот нужно столько же времени как минимум для того чтобы восстановиться что делать если вы чувствуете что влетаете в мертвый резонанс вопрос давайте так знакомо ли вам состояние мертвого резонанса и шоппинг вот тоже шоппинг выжигает и что какие действия вас вводят в это состояние такой четкого ощущения мертвого резонанса кстати целое государство может войти в мертвый резонанс вот на мой взгляд советский союз он в какой-то момент да там в 70 80 годы он вошел в состоянии такой мертвого резонанса абсолютно я очень хорошо помню это это ощущение да и сколько времени вот сколько он находился в этом мертвого резонансе вот столько времени понадобилось на то чтобы какая-то жизнь затеплилась дату сейчас очевидно что да как что мертвый резонанс уже пройдет что тут все живет и кипит как оживить но то сейчас скажу добыл такой мертвый резонанс до море шоколада не сладость главное когда ходите в магазин по магазинам ничего не покупать да есть у нас такой на vp есть у нас такое упражнение ходить по магазинам и ничего не покупать до прибой кто живет у моря моя почти не да тоже так тоже замечал такую вещь у меня есть знакомый один который живет в бока катурской бухте и он такой я когда купался последний раз он такой лет шесть назад да можно устать от красоты и искусства да конечно можно можно устать естественно у меня жена искусствовед и периодически она вылетает такое состояние лорентийский синдром да знакомый есть пробовала сладкий сладком охота получились вопрос дозы окей что делать если чувствуете что влетай вот только тоже надо научиться это состояние мертвого резонанса чувствовать и отлавливать у себя на короткий период если чувствуете что влетаете в мертвый резонанс нужно добавить что-то что дает вам энергию то есть ну значит вы теряете энергию что делать нужно ее восполнить да то есть вот если прям в течение дня почувствовали вот вчера я еще не был в мертвом резонанса сегодня я в мертвом резонансе нужно понять во первых какое действие дает мертвый изменить это действие да и добавить что-то что дает энергию то есть нужно восполнить на длинной дистанции да то есть если вы чувствуете что есть какое-то действие с которым вы соскочить не можете то есть вам вы будете продолжать это действие вы как бы не можете выйти там из проекта и развестись переехать другой город да а нужно менять что-то в том что вы делаете внутри самого процесса да то есть там есть какая-то утечка энергии да и соответственно нужно найти эту утечку и заменить на какое-то действие которое будет вам энергию приносить а понятно ли это мысль давайте так давайте сделаем отсечку да то есть на короткой влетели на короткой дистанции добавляете какое-то действие которое восполняет энергию на длинной дистанции нужно понять какое действие забирает у вас энергию и в этом действии нужно что-то поменять то есть ну что именно я не знаю надо тестировать да то есть нужно понять что поменять для того чтобы у вас баланс вот этот энергии да нам не нужен профицит нам нужен баланс чтобы этот баланс восстановился идем дальше это не значит что нужно от этого ок отказываться вовсе да то есть да я это делаю у меня это забирает энергию все я больше не буду этого дел да потому что если вы от вот так поэтап поэтапно будете от всех дел отказываться которые забирают энергию конце концов вы будете вообще ничего не делал да и те дела которые раньше давали энергию они начнут их забирать потому что мозг адаптивит он если у вас нет да если у вас только идет приток энергии оттока нет да значит он начнет выкидывать энергию через те дела которые раньше вам давали энергию что с этим делать как это как вообще это делать да что меня два варианта первый это искать что-то новое и разнообразные в текущей задачи то есть например я каждый день должен садиться за стол и что-то писать вопрос чем я буду себя удивлять садясь за письменный стол иногда приходится идти просто на какие-то хитрости на какие-то ухищрения да вот кстати пасхалки они берутся из-за этого в сценариях и так далее так далее да то есть у меня сайт на котором находится наша мастерская называется шичинга пичинга это река вологодской области и шичинга это название вы же вымышленного поселка в котором происходит действие во многих моих текстах то есть роман газетчик происходит в шичинге поселке шичинга шичинга это естественно сам же да то есть я уж не стал напрямую сам же называть да но вот назвал и есть деревня шичинга кстати рядом рядом с сам же так вот у меня в каждом сценарии упоминается шичинга то есть в москва центральный округ там шичинга назывался этот самый назывался фирма называлась где-то река называется так где-то еще что-то называется да то есть вот слова шичинга это это моя пасхалка да для чего я это делал ну для того для того чтобы себя немножечко да то есть вот взбодрить да дать себе немножечко как бы какой-то источник энергии мы постоянно это делаем например в свое время когда я писал час волкова значит я одного приятеля сценариста значит там был маньяк по кличке ветеринар и значит потом его называют фамилию этого маньяка его ловят значит и я дал ему фамилию приятеля сценариста а вот и значит выходит сериал смотрим мы серию и ловят этого маньяка и значит как его за как его зовут его зовут александр молчанов я начинаю я падаю просто со стула начинаю ржать почему потому что но режиссер грабарь значит он это увидел считал он понял эту фишку и он решил то есть я прикололся над коллегой над своим он решил прикололся надо мной и поменял на мою фамилию поменял вот и мы это на самом деле мы все это делая да например у нас там один агент в побеге его звали константин голдаев как звали одного из сценаристов злодея который ловит в побеге всех этих самых его зовут владимир маканин в честь известного известного в узких кругах авангардного писателя а вот тоже это как бы ну это никто не считывает но это пасхалки такие для своих иногда какие-то там цифры вбиваем да например один раз герой называл номер телефона в одном из сериалов мастера моего и это был мобильный но мобильный номер телефона моего мастер потому что я его знаю вот он собственный номер телефона мобильный дал одному из своих героев мне интересно звонил ему кто-нибудь по этому номеру или нет да то есть вот 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 такие вот фишечки да и за счет таких фишечек мы как бы оживляем способ да то есть это способ оживить рутинную ежедневную работу над текстом да но иногда и и например у меня там была квартирная хозяйка которая мне там ну подгадила очень сильно там пришлось прям под новый год пришлось съезжать со съемной квартиры срочно искать квартиру а вот и с тех пор всех проституток которых убивали в моих сериалах x звали так так же как как эту квартирную хозяйку не буду говорить как а вот а проституток в моих сериалах убивали часто вот то есть это тоже она об этом не узнает никогда да то есть но я это как бы это вот для меня это игра да то есть ты работу превращаешь в игру вот и я очень люблю очень люблю такие пасхалки очень люблю считывать такие пасхалки сценариях коллег это механический способ конечно да но он это тоже помогает вот но в целом на самом деле вот сидишь пишешь там какой-то сериал и тяжело идет и начинаешь думать хорошо а если вот это эта серия этот сценарий то последнее что я вообще смогу написать вот каким бы я его написал да и постараться в эту серию простого примитивного до прямолинейного одномерного сериала для канала россия попробовать вложить все самые главные все самые сокровенные мысли которые ты берет для там для интимного дневника да и берешь а как это можно сделать как это можно пересказать и пишешь и вкладываешь и получается что-то и получаются в итоге серии которые опять же потом смотрит миллион людей и поражаются этому и говорят страну вот я не ожидал что москва центральный округ там не ожидал что вот сериал простой простой примитивный сериал для канала нтв можно сделать так да и меньшов царствие небесное которого я очень сильно уважаю да он говорит да типа круто который играл главную роль в этом сериале а вот поэтому то есть ищем новые ищем разнообразные в текущей задачей да то есть простой вопрос чтобы вот этого рутинность убрать до чем я себя буду удивлять каждый день садясь на письменный стоп за письменный стоп второй вариант это делегировать да то есть вот я вам уже говорил да что у меня в свое время была обязанностью мыть кухню то сейчас я не мою и вообще ничего по дому не делают до никаких не унитазов ничего есть специально обученный человек он приходит все делает все от и до да я ни одной лампочки не менял ни разу значит походы в магазин тоже мне не нравится ходить в магазины я в магазин и опять же не ходил много-много лет не ходил да то есть сейчас есть заказ все заказывают все привозят на я не считаю вот самый как бы важное делегирование в случае творческой работы я не считаю зазорным делегирование зарабатывания денег партнер а в моей жизни был период когда я несколько месяцев сидел без работы зарабатывала жена и я к этому относился совершенно спокойно она к этому относилась совершенно спокойно она понимала да что да можно сейчас отправить меня я буду зарабатывать 500 долларов но лучше подождать пока я найду нормальную работу и буду получать нормальные хорошие настоящие деньги а вот понятно что в социальном смысле наше общество она продолжает оставаться патриархаль и соответственно мужчины зарабатывают больше чем женщин и тем не менее вот возвращаясь потому что я выше говорил да что если вам дан писательский талант я считаю что совершенно нормальная ситуация когда мужик зарабатывает а женщина сидит дома и пишет не должно у вас не должно возникать во первых мужика не должно возникать никаких вопросов как бы что так и должно быть да не у женщины в этом случае не должно возникать никаких абсолютно угрызений совести да как ну он зарабатывает я пишу все ну как бы разделение труда и обратно это тоже я считаю что это тоже работает что может быть и ситуация такая когда мужчина сидит дома и пишет а женщина сидит и работает и зарабатывает а вот ничего в этом абсолютно да не никаких угрызений совести поэтому быть не может ни в коем случае но естественно отношения с партнером опять же нужно выстроить таким образом чтобы он вам там не не высказывал по этому поводу в бизнесе делегирование вообще решает все да то есть не может расти бизнес без делегирования хотя у меня есть гипотеза она пока не подтверждается но у меня есть гипотеза что будет возможно за счет за счет фрилансеров за счет нейросети и так далее я думаю что будет возможно выстраивание миллиардных компаний либо с микрокомандами либо без команды вообще по сути вот то что сегодня делает ким кардашьян да это такой микро миллиардный микро бизнес да то есть на нее нет у нее там команда не знаю там 6 человек да джеймс паттерсон джоан роулинг стивен кинг да то есть это такой микро бизнес состоящий из одного человека и там агента редактора по нужную там команда 5-6 человек не больше у каждого из них до который зарабатывает миллиард по всему миру творчестве делегирование не всегда возможно например какие здесь могут быть способы делегирования например джеймс паттерсон все время я его упоминаю американский писатель детектив щик он несколько раз за последние 10 лет выходил на первое место по доходам то есть там все время он все время с джоан роулинг то роулинг то он какое-то время он вышел на первое место потом у роулинг вышли эти звери и она снова вышла на первое место так вот у паттерсона команда автор а он занимается по сути он такой шоуран и и у него команда у него несколько серий параллельно выходит там есть и вестерн и фантастика и какая-то этих самых про про подростков какая то есть литература юмористическая серия детективных несколько серий триллеры вот и в каждой серии есть свои авторы которые с ним соавторствуют вот я честно говоря сомневаюсь даже в том не то что в том то есть он говорит что я расписываю сюжет они потом пишут текст диалоги потом я их типа редактирую я честно говоря в этом сомневаюсь я даже не уверен в том что он читает все эти тексты но важно то что он создает да то есть он занимается он осуществляет общее руководство пара проекта то есть если вы понимаете покупайте книгу книгу джеймса паттерсона вы покупаете книгу фирмы компании под названием джеймс паттерсон которая производит текст вполне себе вполне себе бизнес-модель а я слышал врать не буду через третьи руки слышал что дина рубина делегирует research мы с ней лично не знакомы поэтому подтвердить не могу если как-нибудь буду брать и не интервью обязательно спрошу вот мне говорили кто-то да не помню кто-то в издательстве мне говорил что она у нее есть люди которые занимаются research для нее не знаю правда или нет знаю есть одна тоже не буду давать не буду называть кто писательница которая пишет зарабатывает деньги какие-то да а все заработанные деньги отдает меня не то есть она делегирует общение с ребенком да и и для чего это делать казалось бы так ты можешь просто сидеть со своим ребенком да и тогда не надо будет няню заниматься за нанимать в чем профит да а профит в том что она реализована творческие и финансово ответственная мать да то есть для чего потому что она хочет писать да ей нужно писать физиологическая функция писательства физиологическая функция писательства необходимо для его выживания да поэтому она пишет заработанные деньги отдают няне няне сидит с ребенком что еще можно сделать можно наладить свою жизнь так чтобы начать зарабатывать условно говоря не 100 рублей энергии да не 100 единиц энергия 200 или 300 а за счет чего мы можем повысить свой уровень энергии ну спорт диета психотерапия счастливые отношения путешествие но здесь есть опасность есть у меня гипотеза что постепенно в этом случае организм адаптируется да то есть это дает краткосрочный всплеск энергии но уровень энергии все равно стабилизируется на прежнем уровне и высший уровень творческой самодисциплины это синергия занятий то есть когда переход на каждое новое занятие дает энергию то есть утром вы встали зарядку сделали получили энергию сели писать текст получили энергию потом пошли гулять с ребенком получили энергию потом пошли на свидание с любимой женщиной да тоже получили энергию вы весь день да у вас вы заряжаетесь заряжаетесь да то есть у вас все время идет высокий уровень энергии какой-то да и вы ее потом на какие-то дела может и потратить да на если там появится какое-то дело да или есть какое-то запланированное дело которое там планово вы теряете энергию вот вы его ее туда совершенно спокойно адаптируйте то есть если вы вообще просто заряжаетесь энергию а не тратите ее это тоже плохо потому что вы просто не уснете да то есть бывает такой да человек заряжен энергией настолько вот весь день заряжался энергией энергии уже полным полной и просто даже заснуть не может на что он делает он идет на турник во двор да и подтягиваются для того чтобы слить эту этот излишек энергии или идет не знаю там ночью бежит на пробежку как ларс юлиях из барабанщик металлики до или бежит футбол играть ночью до или в хоккей как лукашенко да за весь день заряжался энергию надо ее слить куда-то да вот ночью идет идет в хоккей играть сливать энергию то есть нужно смотреть как сохраняя суть дела да вы меняете энергетическое наполнение этого дела да например можно вы там изучаете иностранный язык например какой-нибудь можно сидеть и зубрить выжигая себя до зубрить слова а можно сидеть и слушать подкасты или смотреть фильмы на на этом языке да и получать энергию вместо этого а понятно ли это мысль если понятно напишите что понятно если есть вопросы то задайте вопросы я не спокойно отношусь к тому как что я перестану зарабатывать но надо разбираться надо смотреть и как вы и лишь и как вы с этим что вы чувствуете по этому поводу то есть здесь надо надо смотреть как бы вот откуда это неспокойство да то есть оно может быть связано с тем что ну нам нужна финансовая стабильность да то есть она то что вы зарабатываете да но создает вам какой-то там финансовую подушку безопасности может быть партнер ненадежный да то есть надо смотреть что а может быть и просто убеждения какие до общество к такому не готова плевать я хотел с высокой вышке на то к чему там готова общество вот уж самую после общества дебил поэтому тогда да 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 в нашей семье считается что муж талантливее поэтому у него больше права сидеть и не зарабатывать ну как бы без комментариев семейные отношения пожалуйста сами разбирайтесь да выше про медиапроект как микробизнес да 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 я понял ваши мысли то я я понял что вы имеете ввиду то есть это не тик ток да а этот некий может быть блог да то есть у я не знаю как у ким кардашин есть ее сестра и все время забываю как ее зовут мне жена просто разбирается во всех этих вещах вот она мне рассказывает периодически да вот там какая-то девочка она в инстаграме у нее там куча подписчиков она запустила там какой-то парфюм естественно парфюм сама не делает да то есть она его где-то там в китае за три копейки покупают да какие-то там или в бангладеш да какие-то бангладешские дети за один доллар в день ей парфюм делает разливают да и она его там за за тысячу долларов продает с наценкой в тысячу процентов ну как бы да и это микробизнес да то есть у нее в найме там может быть там не знаю фотограф и копирайтер который инстаграм занимается ну и какой бухгалтер который сидит деньги считает я думаю что даже логистика делегирована так если мужчина зарабатывает женщина борщи варит это убеждение да это не факт это убеждение с некоторыми конкретными людьми не получится делегировать еще раз ребят ну как бы а макиявили нам зачем да где борщ да александр это не прокомментирует потому что не хочет чтобы к нему пришли обиженные мужья жены писательницы поколотили поколотили да вы абсолютно правы я не хочу чтобы вы сейчас пошли да и вырвав темп фразу какую-то мою из контекста до пошли и сказали мужу а муж сказал обмолчанов сказал там то-то то-то и потом ваши мужья придут со мной разбираться да ребенок без матери растет начинаем шеймить писать матерей писательниц да вот я прокомментирую наталья пишет лучший отдых смена деятельности вот смотрите я не очень люблю это высказывание почему потому что чаще всего это высказывание применяют тогда когда хотят манипулировать то есть если вы слышите это высказывание от кого-то в девяносто девяти процентах это манипуляция то есть условно говоря хотят чтобы вы там вы программист а хотят чтобы вы дрова рубили вам говорят лучший отдых это перемена занятия иди по под поруби дрова я когда родители мои умерли до царстве небесное светлое место но когда я приезжал туда и мне мама говорила что саша иди там поколи дрова ну колоть дрова кстати я любил я дрова колол но допустим надо я дровали я любил колоть и колол сам поэтому да ну допустим там иди скопай огород да я копать ненавижу сколько я этих огородов перекопал вы не представляете в свое время вот я маме говорил мама вот те тысячи рублей до выйди на улицу подними ее вот так да и повыше потому что через три секунды сбежится вся улица до готовая у тебя перекопать весь этот огород за за эту тысячу рублей а вот то есть а мама мне говорила саша лучший отдых это перемена занятия ты сидишь пишешь пишешь вот эти огород покопать я люди нет не пойду огород копать хочу купаться в реке хочу гулять по лесу с тобой мама хочу сидеть болтать огород копать не хочу вот поэтому тут надо надо осторожнее но в целом по сути да это правильно отдых перемена занятий дает дает энергию но только если вы меняете занятия да не не меняете нелюбимые на нелюбимые занятия если вы любит любимая на любимые меняете тогда энергию дает если нелюбимые на нелюбимые да вот ребят тоже я боюсь нас уведет немножко в сторону это это дело вот алёна пишет некоторые растут с вечно недовольными гружащими матерями большой вопрос с кем ребенок воспитывается более здорово недовольная мама 24 часа в сутки или довольно 0 или уделяющая меньше внимания ему понятно что да у нас знаете есть такое понятие срединный путь у буддистов да понятно что ну и так и так плохо да то есть если родители не не видят детей да то есть принесите поцеловать детей принесли поцеловал унесите детей да то есть это тоже не воспитание но я понимаю что кстати у этой писательницы вот такие отношения с детьми то есть там очень близкие очень доверительные и просто ну реально ну пол как бы позавидуешь этим отношениям да почему потому что она опять же да она творчески реализована да то есть писатель который не реализован творчески да это писатель с кучей психических травм каких-то да она все у нее все в порядке очень высокий уровень рефлексии при том что жизнь но не не сладкая не сахар там и умерший ребенок там и так далее то ему уже не дали умерший муж там и тяжело все очень да ничего прошла через все это вырастила здоровых классных детей да и защищу в том числе за счет того что делегировала делегировала няня их имела возможность писать и делегировать няне так подобное нужно проживать ну конечно я более того думаю что какие-то вещи которые я вам сейчас говорю они вы в течение года еще вам будет доходить и вы будете говорить так вот что он имел в виду а кто-то может через несколько лет inside у вас случится так вот что оказывается молчанов имел в виду вспомните слова своего учителя трудный момент так если действие входит в рутину вот смотрите здесь с рутиной надо быть очень осторожным да я понимаю что мы как раз наша задача сделать повторяющиеся действия чтобы она стала рутиной даже то есть ну пробежка например да бегаю и бегаю рутина и писательство тоже допишу и пишу но все-таки внутри этой рутины да она нужно немножко всегда по подвигать до взболтать воду чтобы она не не замутнилась до чтобы там немножко жизнь была какая-то поэтому рутину это надо обновлять постоянно творческую рутину нужно все время обновлять так сложности начинаются когда надо рыть вглубь материала соглашусь до понравилась история про чайковского что его оказывается тетенька какая-то спонсирую нормальная ситуация так такой момент с энергиями них разная плотность как будто ощущая странный коктейль с минусами и плюсами разной плотности когда красиво внутри то пишется это так скажу коротко это так так есть энергии разные и кто-то как разные цвета воспринимает кто-то как разную температуру да то есть по-разному но действительно так более того я думаю что на самом деле мы как энергии мы воспринимали воспринимаем принципиально разные явления и с этим тоже еще разбираться и разбираться да хардкор про черно-белый экран нас на стриме . хардкор так если вы будете открыто показывать что вы счастливы и делайте то что любит это вас возненавидят уже хотя бы за это заодно ольга ну меня очень много кто ненавидит за это толпы хейтеров у меня очень большой фан-клуб в этом смысле так что да так и есть так хорошо задание для всех для борьбы с рутиной сегодня вечером и завтра утром во время принятия ну я смею надеяться что вы вечером и утром принимайте душ попробуйте сделать такую штуку примите душ с закрытыми глазами в идеале полностью весь процесс пройти да то есть вот вошли в ванну закрыли дверь закрыли глаза с закрытыми глазами разделись закрытыми глазами залезли в кабинку или в ванну до нашлись закрытыми глазами нашарили шампунь намылились помылись вытерлись и так далее и так далее единственное что будьте осторожны соблюдайте технику безопасности ванна небезопасное место до ванной можно поскользнуться в ванной можно удариться головой об угол открытого шкафчика и так далее, и так далее. То есть если чувствуете, что что-то такое может произойти, сразу же открывайте глаза, сразу же смотрите, нашаривайте. Или если страдаете головокружениями, тоже запрещаю делать это упражнение. Вот попробуйте полностью пройти всю процедуру принятия душа по памяти. В идеале, если при этом вы еще сделаете это медленнее в два раза, чем обычно. Конечно. Очень крутое упражнение для борьбы с рутиной. Вообще, оно, кстати, очень хорошо стимулирует память, то есть это упражнение именно на память. И вот если чувствуете, что дело, как вот, вот поймали себя на том, что какое-то дело становится рутиной, закрыли глаза, и 30 секунд делайте это дело с закрытыми глазами. И посмотрите, что меняется. Моете посуду, закрыли глаза, 30 минут моете посуду, 30 секунд вернее, 30 секунд, моете с закрытыми глазами. Гурджиев советовал останавливаться на 30 секунд, но это все-таки экстремальное упражнение. То есть если, например, вы нырнули под воду, он действительно так делал. Ученики, когда купались, кто-то нырял, и он говорил, замерли. Да, и 30 секунд надо было не двигаться, или минуту, не помню. Вот. Да, то есть это такое вот, для этого он называл это просыпаться, да, способ проснуться, выйти из движения. Вот попробуйте с закрытыми глазами поделать какие-то действия, и это прям очень, вы увидите, что очень-очень интересный результат, да. То есть рутина разрушается очень-очень хорошо и быстро. Окей, а теперь давайте переходим к хардкору. Да, и напишите потом отчет, завтра напишите, как прошло купание с закрытыми глазами. Да, у меня сейчас души, где я живу. Классные теплые полы. Хорошо, теперь переходим к хардкору. Лайк тоже можете проходить упражнение хардкора делать, никакого запрета этого нет совершенно. Значит, возьмите какой-нибудь предмет, желательно, чтобы это был все-таки не телефон. Можно не включить цвет. Ребят, делайте, что хотите. Хозяин-барин, мне все равно, включите вы цвет или нет. Результаты хотите получить, делайте то, что я говорю. Значит, лучше не телефон и не чашка с чаем. Какой-то предмет, который можно подбрасывать. Возьмите его и подбрасывайте в течение минуты, не глядя на него. И сосредотачивайтесь на ощущении тяжести предмета в руке, когда его ловите. И ваша задача сосчитать, сколько раз вы его подбросите за минуту. Время пошло, считайте подбрасывание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Есть! Минута прошла. Теперь, смотрите, я вам дал задание посчитать, сколько раз вы подбросили предмет. На самом деле, меня цифра не интересует, и не надо писать, сколько раз вы подбросили. А интересует меня вот что. Какой момент вы считали? В момент, когда вы подбрасывали вверх предмет или в момент, когда ловили? Напишите в чате, какой момент вы считали? В момент, когда подбрасывали или в момент, когда ловили? Также меня не интересует, какой именно предмет, не интересует, какой он на ощупь. да только одни либо когда подбрасывали либо когда ловили нет ни они тюби крема не интересует это да сейчас мы с вами я вам задание дал одно да а сейчас спрашиваю другое когда подбрасывал кто-то когда подбрасывал когда ловил вот в чем суть этого упражнения сейчас объясню смотрите мы с вами тренировали концентрацию да то есть я говорил смотрим на предмет разглядываем его да потом держим его потом нюхает потом лежит потом еще что-то делать да вот мы это концентрация такая включенная направлен а я хочу чтобы вы потренировали и научились и умели тренировать вот эту концентрацию рассеян то есть когда было только на что вы не обращали внимание да а потом вы оглядываясь назад можете восстановить это то что вы видели да и вытащите своей памяти то на что вы не обращали внимание ну например условно говоря вот я сегодня с утра гулял с ребенком например какие машины стояли у дома но у нас у дома всегда стоят какие-то машины я не обращал внимание вот я только сейчас решил такой можно взять другое что-нибудь то например не знаю нет кто-то гулял ли рядом кто-то на площадке например да я не обращал на это внимание или там какой свет был на светофоре когда мы подошли да то есть какая-то деталь на которой я не обращал внимание да и сейчас я стараюсь вспомнить а какой был свет вот на площадке там был кто-то а не было а машины какие стояли а вот такая я не очень разбираюсь в машинах да какая-то какая-то легковушка и какой-то с кузовом какая-то вагончик какой-то да то есть а мы вытаскиваем из памяти что-то прошлое на что-то что было в прошлом так кстати тренирует шпионов да когда встречается там в каком-то в художественной литературе даже я читал с кем-то встречаются да вот там машины стояли какие номера на машине да то есть человек не обычный человек не обратит внимание профессиональный профессионал да даже бросит взгляд да у него это в памяти отложится вот наш писательский взгляд он должен быть мы должны тренировать не просто все время от замечать вокруг что да это невозможно все время замечать все что вокруг нас происходит но мы должны уметь вытащить из памяти то на что мы не обращали внимание не обратили внимание у бы кого есть роман я наверно сейчас как там по закону должен у иноагента или лица признанного иноагентом есть роман про шелохова роман на самом деле на мой взгляд мне не выдающихся достоинства плюс вообще там он сову на глобус натягивает там неважно у него есть там одна очень классная сцена которая очень точно прописать там у него герой который как бы шелохов он помню там по другой фамилии выведен но неважно значит он идет где-то в санатории он идет значит через по дорожке через парк значит это самые потом у него спрашивают кого он встретил он не обращал внимание на кого встретил много вот я там медсестра прошла блондинка потом зачем два мужика прошли один с папкой другое это самое потом значит еще дед с палочкой прошел да то есть он подробно описал всех кого он встретил да то есть вот это профессиональный взгляд он не тот не просто внимательный взгляд да но это способность вытащить из памяти то что ты видел и вот это умение вытаскивать из памяти то что вы видели да даже в куб скользь это очень важно это кстати говоря в скорочтении на самом деле вот моя методика скорочтения она построена на этом все методики скорочтения построены на расширении угла сознательного зрения да на самом деле это не нужно совершенно нам сознательное зрение не нужно нам нужно если мы один раз взглянули на страницу мы ее на самом деле запомнили всю и охватили взглядом просто мы не умеем вытаскивать из памяти а нужно учиться именно вот уметь это из памяти вытаскивать вот и очень часто кстати говоря очень часто там мор могут это могут быть наложенные воспоминания да так такое тоже бывает если правильно правильно с человеком поработать можно сделать так что он вспомнит то что он не видел тоже есть то есть такая такая парадоксальная парадоксальный психологический механизм вот попробуйте потренируйтесь и в будущем например себе время от времени давайте такие задания то есть например а ходил в магазин что было на прилавке да или вот напитки стояли на полке сверху какие напитки стояли был в гостях какие-то книги стояли какие книги стояли да то есть не так что пришел и давай смотреть а какие тут книги стояли нет именно вот не обратил внимание а какие а что там был попробуйте вспомнить да через память вытащить чрезвычайно полезное упражнение очень хорошо очень хорошо прокачивает именно писательский мозг да вот я так помогла про поймать рецидивиста в детстве вспомнила обстоятельства дала показания до свидетели придумают как мой тесть царствие небесное светлое место он был бывший начальник уголовного розыска города воркуты у него была любимая поговорка прет как очевидец поэтому тут тоже есть такое да мы для этого в том числе для этого мы вспоминали в прошлый день вчера мы с вами вспоминали именно для хорошо а теперь следующий момент вот смотрите есть такой я в свое время придумал тест как-то я когда я бегу на пробежку и значит я в двух местах я перехожу дорогу на светофор вот я как-то задумался над тем что вот есть люди которые когда подходят к светофору да и даже если нет машин переходят только на зеленый свет да есть люди которые переходят только на красный да то есть вот специально если вот зеленый будет я остановлюсь дождусь красного побегу пусть все вокруг будут сигналить матом кричать да ну я побегу на красный да и есть люди которые идут так как им удобно то есть если машины есть да он дождется постоит и пойдет на зеленый да а если машин нет ни слева не справа на много километров да и горит красный он будет стоять на красный да а вот есть человек который если машин нет он пойдет на красный да то есть вот три вида стратегии один всегда идет только на зеленый свет 2 всегда только на красный а третий идет так когда по обстоятельствам да то есть если машины есть дожидается зеленого если машин нет может пойти на красный вот вы какой из этих трех вы напишите потом я скажу как у меня я даже не придумываю искренне помню совсем другой это это кстати тоже всегда то на самом деле мы живем в иллюзии всегда да то есть вот то что мы видим внутри нашего мозга да это не эта проекция да то есть это не они не то что проходит через наши глаза да это что то что проекции друг как это некая вымышленная картинка кто-то на зеленый перри проходит этот третий вот средний вот константин у нас только на красный переходит что это такое да ну люблю любовь первые с детьми только на зеленый вот смотрите что это за на мой взгляд и вот у меня случился инсайд я понял что это как бы такие три вида жизненной стратегии да то есть если человек идет всегда только на зеленый свет это законопослушный гражданин то есть вот ему сказали что-то он так и делает у меня в свое время я работал в германии и писал у нас есть такой театр миллениум фронт театр и мы делали проект макбет over europe значит и макбет вокруг европы и 6 по моему авторов было и из разных стран и мы делали новую версию макбета макбета сатланской пьесы и я написал две пьесы одна пьеса была макбет комедия макбет комедия я решил что чего не было в макбете не было ситкома и вот я написал такую ситком макбет макбет ситком довольно смешно получился и а вторая второй текст мне очень хотелось написать пьесу без слов без текста без диалога да я очень люблю бекета вот у него есть какое-то количество пьес в которых нет нет диалога только действий и там в числе прочего там были разные действия значит там выходил человек дирижировал там еще что-то происходило вот и в числе прочего одно из действий было такое значит выходили девушки и крест-накрест лейкопластырем заклеивали рот зрителям в первом ряду вот и это было в действии устроена каким-то образом и после этого зрители могли делать все что хотели с этим то есть кто-то отказался заклеить сказал нет я не хочу не заклеивайте мне кто-то быстро снял и убрал через какое-то время да то есть остальные посмотрят все снимают да мы тоже сняли и только один дедок он остался до конца с заклеенным ртом и он так и вышел из зала с заклеенным ртом и это прям невероятно круто да то есть вот что это такое мне было интересно мне хотелось с ним поговорить но я немецкого языка не знаю а вот что это значило да то есть то ли это какой-то ну особый бунт такой его был да мне заклеили рот я буду с заклеенным ртом ходить а может быть это просто был такой законопослушный гражданин да то есть не заклеили рот я буду ходить заклеенным ртом так законопослушный гражданин вот такая жизненная стратегия а пока мне не сниму я не сниму у меня приятель тоже один был значит когда тем во время кризиса 2008 года мы работали в газете все вместе всем снижали зарплату вот и я пошел начальнику и сказал слушай но я не могу я получаю вот эти деньги да я там три четверти отдаю за квартиру за ипотеку а четверть отдаю алименты плачу ну я мне я не могу как бы если снизишь зарплату мне придется увольняться искать другую работу и мне не снизили зарплату а всем остальным снизить а вот и а ему снизили прям там солидно снизили и он ведь я типа из принципа не пойду не буду я бы так сходи поговорить скажи что те деньги нужны ведь из принципов не пойду не не буду разговор раз они решили снять значит пусть так и будет да вот законопослушный гражданин стратегия есть люди которые всегда на красный да это стратегия бунтаря чтобы не случилось чтобы не сказали вы мне говорите так я говорю не так да вы мне говорите белые я говорю черные вы против колхозов значит я за колхозы да то есть вот тоже есть такие люди наверняка вы таких встречали видели да такие вот которые все от парень все всегда спарить здравствуйте не здравствуйте в коллективе тяжело бывает с такими с такими людьми но вот бывают бывают и такие а есть люди которые так как им удобно да то есть 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 машины да я постою подожду да я буду действовать так как так как чтобы получить результат мне кажется что эта стратегия предпринимателя да то есть предприниматель это человек максимально адаптивнее то есть предприниматель не в том смысле что бизнесмен да а предприниматель это человек который очень быстро адаптируется к меняющейся ситуации меняющейся ситуации да то есть случилось вот это все мы изменения применяем адаптируем до смотрим как его использовать соответственно вот вы смотрите в зави исходя из этого да кто вы какая у вас стратегия и дальше вот смотрите если мир не изменен то есть если мир стабилен да вот советский союз застой 70-е годы да такая закоснившая закоснивающая система и в этом в такой в таком мире в застывшим мире в мире без изменений а наиболее эффективность законопослушная граждан то есть в неизменном мире соблюдение правил почему конфуций был столь успешен да почему потому что он учил традиции он говорил вот отец твой это делал и ты тоже это же делай и все у тебя будет хорошо то есть если бы я жил если бы советский союз не распался и все осталось бы как было папа у меня был журналист мама у меня была радиоведущая я пошел бы по стопам отца стал бы журналистом возможно международником да и все здесь сделал бы нормальную хорошую крутую советскую карьеру да поскольку мир менялся я тоже постоянно менялся да и в меняющемся мире до в момент слома максимально эффективны бунтари то есть вот идет слом какой-то во время слома наверх всегда выносит бунтарей условно говоря там в искусстве это мир ход в бизнесе это стив джобс и так далее так далее да всем известны ситуации когда слом революция война до у кого кого-то выносит наверх но после слома после революции после бунта наступает период стабилизации и вот во время и предприниматели да вот люди которые адаптивные они могут быть эффективны и во время бунта и во время слома и во время стабильности потому что они смотрят по ситуации и такие а сейчас бунт значит мы ведем себя как бунтари сейчас стабильная ситуация мы ведем себя как законопослушные граждане вот илон маск это предприниматель это адаптивный чувак да то есть когда он понимает что нужно бунтовать он бунтует как джобс джобс был бунтарь поэтому у него там периодически периодически система от него избавлялась до избавилась в конце концов окончательно то есть я считаю то нужно уметь и соблюдать законы очень многие законы для того чтобы соблюдать их нужно знать просто да потому что какое-то количество законов они не писали а и нарушать и уметь разницу чувствовать между одним и другим а поэтому давайте мы попробуем потренироваться том чтобы нарушить какое-нибудь правило вот хардкор щеки в течение следующих суток я попрошу вас выявить какое-нибудь правило и нарушить его если ну соблюдайте безопасность не бегайте через дорогу на красный свет да не не пытайтесь подвергнуть сомнению закон гравитации до с восьмого этажа не выходите головой вниз а вот в конце концов да нарушите какой-нибудь какой-нибудь орфографическое или синтаксическое правильно я это все время тестирую да то есть я все время все время проверяю все время как бы дразню иногда людей этим иногда люди на это попадаются я тут написал как это пост как ужас там слова было там такая как демонстративная ошибка а торжом значит ну там ошибка была я потом вообще ее это вода большими буквами поставил это демонстративно сделанная ошибка да как привет вот и мне на ногу было на голубом глазу мне короче люди там приходили в комментарии и объяснялись что слово за ржом пишется через йо это очень смешно да у богу блин у меня специальность учитель русского языка и литературы так что слово за ржом пишется через йода а слова за ржом пишется через но вот так что вот попробуйте нарушить выявить какое-нибудь правило и нарушите вопрос понятно ли вам домашнее задание и если есть какие-то вопросы мне то готов готов отвечать а я я ей да не плыви там олигартеров тьма поплыл я бы поплыл был у меня случай не нырять не ныряй здесь тут глубоко нырнул если кому-то если только на зеленый удобно если удобно вы как бы делаете не так что вот по правилу только зеленый да то есть вы как бы правило все время проверяете да вы тестируете не устали они устарела ли это правильно да ну вот было например правило что нужно комсомол вступать всем молодым людям вот было такое правило да а потом вдруг это правило перестала действовать внезапно да сколько-то она здесь там 70 лет она действовала потому как она перестала действовать я решил проверить а что если мне не вступать в комсомол и не вступил и оказалось что только выиграл от этого того что не вступил а мои одноклассники вступили что они получили за это да они получили то что они раз в неделю приходили на час раньше в школу и занимались там какую-то херню и бессмысленной читали вслух друг другу статьи которые сами не понимали не верили что самое главное баба яга против это стратегия да это может быть то есть это очень часто у человека то базовая жизненная стратегия такая да он все время против да такой троцкий лев давыдович до который разрушитель демон разрушитель да и он пока он как разрушитель работал он отлично работал с разрушением он справлялся прям замечательно а когда надо было заниматься созиданием я просто там почитал материалы какие-то про троцкого да он интересует меня эта фигура оказалось что он оказался к этому совершенно не способен то есть он не в состоянии был там но элементарные документы собрать все прочитать элементарные документы какие-то к совещанию но при этом вместо этого садился и писал там пять статей за это время на какие-то темы которые его интересовали а вот и парализовал тем самым парализовал всю работу да вот это такая баба яга против ну и в итоге что в итоге ледоруб до егор летов после падения ссср внезапно стал пламенным коммунистом кстати говоря то же самое можно сказать там много про кого до лимонов например тоже самое а был ярым антикоммунистом потом стал ярым я знаю очень многих ярко анти коммунистов диссидентов которые стали ярыми коммунистами после после 91 года вредные бабки в магазине все оспаривают да интересно интересно когда на такую бедную бабку напоришься да и начинаешь с ней соглашаться во всем вы все сволочи давно такие сволочи огурцы гнилые да гнилые я жаловаться туда надо же не по опору теряет забавно нет нет здесь стратегия перед светофором свою тренировку продолжить или остановиться или бежать вдоль татуара вправо влево вернуться к зеленым хороший на ваш взгляд сейчас сломали стабильную очевидно что сейчас идет слом причем в мировом масштабе причем он не 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 просто начался до а скорость изменений нарастает проблема в том как раз проблема в нынешнем сломе в том что он как вот в 90-е годы да то есть когда слом пошел где-то с 88 года но он начался раньше да но где-то с 88 скорость начала очень сильно убыстряться да и он продолжался 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 и продолжался и более менее какая-то стабильность да какая-то пауза в падении по крайней мере да она началась только где-то году в 94 95 и это вот годы ситуации слома и были люди которые вот так вертикально вверх взлетали во время этого слова были люди которые вертикально падали во время слом кто падал законопослушные люди кто поднимался бунтарей но с другой стороны бунтарей в такое время и отстреливают только поэтому да сейчас сломы видимо следующий год и 24 это будет как бы интенсивно быть максимальная интенсивность изменений есть есть некоторые предпосылки к этому так что для лайта для лайта все как обычно то есть пишем отчитываемся до написали столько-то похвалили себя до дополнительное занятие для лайта только вот в душ принять закрытыми глазами не в тему вопрос чего лучше начинать обучение с вашей сценария полнометражного фильма с того курса на который сейчас у нас идет набор раньше у нас был базовый сценарный курс сейчас я вместо базового курса сделал как раз таки курс по пьесе это ну немножко как бы перетряхнула нашу программу потому что с базового курса люди приходили на базовый курс настроенные уже проходить весь год то есть мне это важно на самом деле чтобы вы все курсы прошли чтобы вы получили полную писательскую квалификацию это пока как-то не доходит до людей то есть кажется что я приду три месяца поучусь и и все освою да на самом деле надо все все всю годовую программу проходить так что вы так и настраивайтесь ну и мне конечно да я понимаю что одно делать там человек попробовал что-то написал до одной ногой пошел в воду да и все и дальше ушел мне это нужно профессионала выучить у меня такой теперь слава богу наши наши ребята он работает везде так начинайте сейчас вот если сомневаетесь вот сейчас прямо у вас перед глазами сценарий полнометражного фильма вот прям моя вот прямо сейчас заходите туда оплачивайте и начинайте с марта начинайте учиться и потом вы поймете да очень быстро поймете как бы надо ли вам еще на роман и так далее так далее я считаю что надо все конечно проходить все четыре курса да не умеешь плавать несусь и в дайвинг сунулась и сертифицировалась у меня есть этот вот бунтарский я точно про себя знаю что у меня есть этот бунтарский какой-то этот вирус когда я зашел где-то в интернете увидел рекламу какой-то киношколы типа мы не пересказываем статьи из википедии я такой отчет запрещено пересказывать статьи из википедии тут же зашел я книгу писал а по-моему это была книга писатели деньги тут же зашел в википедию нашел подходящую по по смыслу нашел статью взял оттуда кусок и прям процитировал википедия пишет про это там то 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 ну там метафора такая развернутая про корабль ваза я его просто видел был в музее ваза как знаменитый такая звезда смерти такая огромный корабль который утонул проплыв 200 метров я историю ваза из википедии взял и поставил честно поставил ссылку на википедию если запрещено цитировать википедию значит это то что мне надо сделать есть тоже есть высказывание такое известное что уж кловского значит молодой писатель приносит перед приносит роман и издатель спрашивает роман роман героини назовут ленина уберите я такой а значит запрещено героиню делать ниной и так появилась не наша рова главная героиня газетчика писателей сценариста это отсылка к мини и есть и тоже вот есть например я говорю да как как понять что сценарий плохой короткометражки особенно как понять что сценарий плохой если героя зовут макс или герой зовут дэн сценарий плохой не знаю ни одного ни одного исключения чтобы сценарий начинался с того что герой зовут макс а еще чаще всего бывает так герой сценарий начинается с того что герой просыпается с похмелья и видит записку что девушка от него ушла значит в дверь стучится хозяин квартиры говорит что он его выгонит значит он идет на работу на работе его увольняют да и так далее так вот сразу да этот штамп штамп штампов да еще и героя макс зовут почему я считаю что это плохо потому что герой макс или дэн до имя героя макс или дэн это все равно что нет имени это все равно что герой герой да то есть это такое имя она как бы русская по смыслу дано звучит как иностранный да это способ не дать герою имя потому что если у вас героя будут звать матвей да представьте герой матвей сразу же он у вас до макс никакой сферический именно как герой да у меня сына вообще-то максим зовут чтобы понимали да то есть именно в жизни имя обладает определенными коннотациями да если вы максом называете герои или дэна да он сразу как герой без имени а матвей а оскар а иван алексей а николай а петр а сергей сергеевич а как я как и вич дать чувствуете что все это разные герои так все сразу же череда череда лиц да они все разные а макс и дэн нет лица да нет характера не за что зацепиться вот и естественно если бы я это услышал да и мои ученики некоторые таки так макс челлендж accepted герой зовут мхак или герой зовут дэн или я говорю всегда что есть такой эталон на сложный для адаптации рассказ у меня есть некая как бы я его бородянский дает всегда всем мастер мы в облике всегда дает адаптацию мы начинаем с рассказа легкое дыхание бунина и я то ли поперек этот рассказ знаю и я каждый мне кажется я понял почему этот рассказ он принципиально не экранизирует а вот и я всегда когда мы на базовом сценарном курсе я давал адаптации короткометражки я всегда говорил что ребят вот есть рассказы которые принципиально невозможно адаптировать была кстати адаптация такая вольная адаптация переведенная в наше время маковецким она называлась искушение тоже неудачное на мой взгляд там самое банальное решение вот это как как и мы сидели мы я помню мы в облике сидели думали как показать что у ольги мещерской легкое дыхание мы придумывали что она дует что-то там на ткань и вот там как раз было она на ткани на какую-то там дуло чудовищная пошлость а вот и как только я это сказал у меня тут же там два или три ученика после этого сразу же говорят мы будем адаптировать легкое дыхание так вперед вперед стену так остров для белых как труд про кризис источники из следствия страти ребят давайте не это не туда немножко вообще вообще в сторону макс проснуться с бадуна до безумный макс конечно да сразу же вы возникает как коннотации такие герой зовут максимум 50 лет он только что начал сочинять стихи проснувшись с похмельки ну согласитесь да как только вот творческому человеку сказали что ребят вот самый простой способ проверить что сценарий плохой герой зовут макс первая мысль какая написать сценарий про макса конечно же поверьте да откуда у вас такая пасхалка оттуда из жизненного опыта из многолетнего жизненного опыта работы со сценариями так придумал имя героя задал вектор герой это так это так совершенно верно куда вот кстати говоря очень часто бывает так вот сценаристы пишут допустим систему персонажей да и я вижу системе персонажей герой героиня любовница подруга мать и так далее так далее да то есть я что вижу да что героев нет да и первое что я говорю имена персонажем каждому имена персонажа да и герой там иван до героини ольга и мама анастасия сергеевна да и так далее так вот все они сразу же живет причем здесь вот интересная штука мне кажется вот мы разговаривали своим свое время с черных он черных а знаете да валентин черных который написал москву слезам не верит и он мне как-то сказал как раз таки по поводу я его по поводу героев спрашивал и он мне сказал что у него есть определенный набор имен который повторяется в разных фильмах и там 5-6 имен до мужских и там три-четыре женских вернее три-четыре мужских и они повторяются в разных фильмах а я понял что это скорее всего связано но с некоторыми импринтами связанными с определенными именами и я начал смотреть например у себя я заметил что у меня герой авторской альтер-эго он чаще всего андрей да то есть андрея за андреем андрея розанов в газетчике в убийце героя андрей зовут в первом моем романе героя андрей зовут да то есть вот это альтер-эго никогда не александр всегда андрей дальше девушка такая вот девушка огонь такая боевая до которой все сносит дает зовут только девушка мальчик такая короткая стрижка маленькая грудь тонкие эти самые кожаная куртка да и там сигарка такая вот пацанка такая это оксана всегда стройная блондинка строгая начальница она всегда ирина такая мягкая женщина такая мать да она всегда мы валентина вот я сначала это заметил в своих текстах а потом я понял что валентина ну мама мою зовут валентина до ирина это моя нынешняя жена такая начальница строгая начальница вот я не знаю откуда андрей прилетел тоже наверно откуда-то прилетел до оксана тоже есть там конкретный прототип какой-то ольга тоже был к некий конкретный прототип а есть герои которые там наталья например да у меня ни одной натальи нигде не было ни в не в сценариях нигде там первая жена то есть чаще всего здесь и имя герою мы даем мы устанавливаем свое какое-то личное отношение с героя до после того как родился сын петр везде в фильмах стали появляться дети петия у меня когда сын родился я тогда много сценариев надо было много денег зарабатывать у меня все было про детей то есть у меня там серия была в москве центральном округом там нашли на улице ребенка едет машина останавливается короче видят что ребенок ползет через дорогу в памперсе берут подбирают этого ребенка менты наши привозят в отделение значит надо памперс поменять снимают памперс а там бриллианты вот такие штуки безумные серии были до героя можно назвать симбуль героиню анфиса получится турецкий любовный сериал не наташа смотрите не перепутайте да 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 вот наташ наташ у меня нет да имена как основа персонажа про это кстати виноградова писала тоже я нашел у нее подтверждение своим словам что даете имя и удерживаете сразу же внимание то главный герой мураками всегда без и кто-то мураками сценариев написал ни одного сценария написал только романы и единственный кстати говоря запоминающийся персонаж как у него звали по этому слушай песню ветра гулина интересная была у него какая-то кличка была и пинбол 93 давно-давно больше двадцати лет читал назад крыса точно крыса герой зовут крыса у каждого имени есть своя энергетика но это наверное субъективно да да я согласен с этим цифр есть свет но это тоже субъективно цифры буквы все имена выдуманную татьяна тоже такое бывает то есть это у каждого у каждого свое какое-то правило кто-то кличками клички дает у меня в сериалах все а в сериалах все время фамилии привалов горицкий какой-нибудь но я кстати говоря когда надо было писать много сценариев много сериалов много имен нужно было задействовать я использовал просто частотные имена частотные фамилии то есть я собрал самые там сколько-то 400 самых частотных фамилий русских и тоже около 500 имен тоже ну самые частотные имена и использовал их но понятно что если например там нужно какой-то другой национальности человека им нужно прямо обозначить до что другая национальность ну тут идешь и гуглишь да какие-то не знаю там аварские фамилии еще какие-то да вот там начинаешь смотреть у меня так с именем эльвира и с детства была ужасная воспитатель с тех пор для меня это именно у плохих тетях понимаете вот это тоже на самом деле это способ создать энергию у вас да то есть у вас вы пишете эльвира у вас сразу всплеск энергии внутренней и вы естественно это это используйте в своем творчестве хорошо и так значит что с этими что с этими правилами да то есть мы вообще как человек развивается да то есть мы сначала полностью верим нашим родителям мы послушны потом мы начинаем постепенно мы начинаем вырастать и мы начинаем некую сепарацию да то есть у нас если есть какой-то запрет если говоря родители говорят что это что-то надо да есть какое-то правило значит его нужно протестировать его нужно нарушить особенно если родители например декларирует одно правило да нельзя курить вот у меня родители декларировали нельзя курить нельзя курить при этом и папа и мама оба курили и они умерли в итоге оба умерли от болезней сосудов именно связанных с курением да значит есть запрет он декларируется но его надо нарушить потому что я вижу что взрослые это сами его нарушают поэтому я курил с 10 лет а очень часто запреты рождаются для того чтобы закрыть путь новичкам в профессию то есть вот есть профессия люди значит вышли создали какое-то закрытое сообщество и создают какую-то какое-то число запретов для того чтобы максимально затруднить путь новичкам в профессии очень многие кстати говоря вот люди которые учат сценаристов я смотрю до что коллеги чему учат да они очень часто именно прямо направляют вот не не то что в двери в закрытые а направляют прямо в стену да то есть учат людей делать действия которые не приносят к результат не приводит не могут вообще не могут привести к результату и в итоге там есть мастера у которых учатся люди да и ничего не пишут в итоге до поучились да и и прям люди это декорал декларирует что может быть вообще там цель не написание сценария как может быть цель сценарного курса не написание сценарий вот поэтому я наоборот учу обходить вот эти созданные запреты да и показывать вот это запрет а это не запрет да то есть вот это правило имеет смысл а вот это правило смысла не имеет его можно нарушать а более того есть некоторые правила которые декларируются как правило а их нужно нарушать и более того это способ опознавания свой чужой да то есть например сценарной записи там есть некоторые вещи которые прям все учат и говорят вот надо сценарной записи обязательно делать вот так вот так это если вы так сделаете вы результат не получите любой профессиональный сценарист один сдать бросит на ваш сценарий скажет сразу а понятно человек ничего не знает а нужно делать определенные небольшие нарушения которые как бы о чем в школах не учат которые человек посмотрит и с каком этот человек понимает дело а вот а вы если не знаете о чем что я имею в виду да вы этого даже не поймете то есть даже если вы прочитаете сценарий посмотрите вы не поймете что там не так где там вот этот опознаватель маячок этот свой чужой встроен вот поэтому я это я это делаю обвожу людей между вот этими минными полями крыса да крыса частотное имя в россии елена смирнова 45 лет я согласен с этим более этого я однажды работал в офисе в котором был я еще четыре человека с фамилией смирнов и вика смирнова сергей смирнов еще один чувак смирнов и сергей винирович свернов смирнов вот 4 смирновых и они не были родственниками друг с другом до списки игроков хоккейных и футбольных клубов здесь надо быть немножко осторожным да потому что можно попасть знаете как это самое когда американцы садятся писать сценарий про русских они вот таким же образом берут какие-то частотные русские фамилии и получается очень смешно да когда в джеймсе бонди там майор гоголь и лейтенант лермонтов но это простые русские фамилии и это или когда берете какую фамилию ян парандовский про это писал когда у какого-то героя там был польский герой с фамилией с фамилией пшемысл да что звучит по-польски да но на самом деле по-польски это бессмысленно да поэтому звучит как-нибудь типа иванхуев да что-то вот такое и здесь надо быть осторожнее я в этом случае я предлагал давайте мы снимем какой-нибудь фильм где будут американский майор фолкнер лейтенант хемингуэй и рядовой фит джеральд и как как это будут американцы как как это будет воспринимать хотя нормально я думаю что они знать не знать такие вот поэтому окей хорошо большое вам спасибо за ваши вопросы за вашу работу и увидимся завтра до домашнее задание домашнее задание для всех выявить дела которые дают энергию которые забирают да и свести баланс прибыли и убыли убыточные дела которые нарушают баланс ну либо преобразовывать прибыльные либо делегировать пишем свою норму и для хардкора дополнительное задание нарушить какое-нибудь правило но постарайтесь его нарушить безопасно нет не сломав себе руки ноги и все на этом все продолжаю продолжаю принимать ваши заявки в мастерскую и увидимся завтра на следующем занятии нашей самодисциплины пока пока